так ребят очередная игра играем на карте с кирмишем 200 против тоже подписчика моего каспер кстати он участвовал тоже в турнире новичок в котором я сейчас участвую и даже играл steam book to и вот по его словам он сдался потому что времени просто не было доиграть партию там я вот не помню где по моему они встречались как она называется ну короче на вылет играли кто попадет из них в турнира кто будет сидеть на замене получилось так что каспер на замену попал из-за того что сдался времени доиграть не было но по его мнению и по мнению самого тимбукту по его словам шансы у него были хорошие на то чтобы затащить в той партии играем по правилам портала hero is world города рандомные цвет я ему отдал красный не понятно что у красного есть определенные преимущества довольно неплохие ну мне непривычно играть красным я люблю играть синим потому как я мало темпую мне привычный так и зашла мне башня против цитадели ну на м шаблонах башня очень неплохо себя показывает плюс здесь нужно играть маками а у цитадели хороших маков довольно мало так что скорее всего будет здесь рестарт от нашего оппонента хотя возможно ему в таверне зайдет кто-то хороший играем на шахматном таймере то есть на первый ход я дал 10 минут дальше с каждым ходом нам будет добавляться по 8 минут к тому времени которое мы не использовали на предыдущем ходе и она будет суммироваться если мы будем быстро ходить то у нас времени будет становиться все больше больше и больше то есть шахматный таймер он накапливает с кирми шоссе 2 тв похоже рестарта от соперника не последовало так отойти нужно хорошо давайте посмотрим в таверне кто же там светится перик а изначально кто зашел тоже он то есть кто-то у него там таки есть ладно давайте возьмем сепхенаров нам же кристаллы с вами понадобятся стоп на этих да на вот этих вот ребят до на магов блин тогда грейда не получится на первый ход третья четвертая давайте так с разгоном все довольно плохо у нас получается еще кристаллики нычка есть домашняя что довольно неплохо а еще и серу можно будет копить а серу нам вот сюда нужно будет вот как раз и за грейдится можно в первый же день правда на дальнейшее золото не особо то хватает были насколько же здесь надо то на грейд давайте пока сделаем так альт раз мы грейдится с вами не можем пока хотя бы просто возьмем вот так вот золото кстати по героям у него больше по золото очевидно сдало тоже лучше поскольку игра не турнирная то можно и поиграть то что есть стрелочка зашла отлично ну и далеко уходить не буду буду находиться возле замка чтобы завтра можно было все это дело за грейдить нам и и уже идти куда-то пробиваться например сюда за золото главным героем можно взять сип хина ров она очень неплохой маг в принципе и она грамотность я считаю это лишнее для главного героя так что пожалуй все таки сип хина ров сделаю на нее ставочку так лесопилочка с этой стороны и нам нужно будет побыстрее туда дойти больше вроде как нам нигде не видно дерево а вот здесь вверху в принципе есть стрелочку мы с вами нашли плюс помимо этого защита от воздуха это и мало пригодится главного героя конечно вот так вот аж глубину не хотелось бы загонять по кругу ну да ладно ну что следующий ход наверно соперник не берет и старт до последнего так конечно плохо для нас давайте этого героя наверно погоним или стоп пускай он загрейдится во первых у нас есть возможность это сделать забираем с вами все это дело вот мы стрелочку выучили единичку давайте отдать то что такое вот так чтобы пятая скорость хотя бы была так можно сразу за золото съездить ну блин кто у него светится все равно терек 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 просто думаю играть не играть вообще за башню уже честно говоря под надоело последнее время чаще всего попадаются на нам так ни на что толком не хватает ладно давайте съездим пробьем троглодитов с вами 2049 до ладно пробуем без потерь вообще так не хватает значит кого брать калит которая нам серу принесет строить что-то можно парапет например цитадель нужно строить префектуру 2500 и 2500 останется да вот берем ее и единичка и на единичку даже не хватает блин с большим штрафом придется и бегать а погоним мы ее на взятие шахты наверно аж забираем ее чтобы она побыстрее начала приносить свои плоды нам по героям надеюсь мы сравняли да сколько же у него там герою блин я в шоке честно говоря в самый раз стоит задуматься над тем стоит ли играть или нет прикол в том что так что то последние игры вечно тебе башня выпадает да я сам шоке так вот я недорассказал прикол в том что башня на м200 довольно таки сильна за счет стрелков а вот цитадель слабо но если он может выкупить себе кучу героев то я даже и не знаю может просто перетемповать меня играть не играть короче ладно играем то что есть я стараюсь себя приучать к тому чтобы фановых играх расклады которые ну более менее можно хоть как-то попытаться сыграть брать и играть потому что на турнире может попасться что угодно понятно что на турнире с помощью рестартов нужно стараться поймать себе хороший расклад и тогда соперник вообще может отказаться играть если у него уже рестартов нет заходит какая-то полная фигня многие сразу же издаются на первой неделе ну а тут будем пробовать что день четвертый а третий склад уже сто процентов играбельный у нас получается есть повышал очки спешить с респа я не буду выходить как я это делаю всегда забираем то же самое так нычка мага еще есть это безусловно плюс так здесь прохода нет но есть проход через верх если что так есть возможность поставить циту давайте ставим циту так и еще одно а ну в принципе на героями не хватает думать нечего я думал вы купить еще одного героя поставить цепь здесь пробиться вернуть армию отдать сюда и тут может что-то пробить надо будет но это под охраной башня магов по-любому ну серо и кристаллы у нас копятся плюс еще сейчас будут что думаю как то оно будет ну пока соперник тоже не стремится выйти побыстрее с респа так день четвертый лечение нам с вами зашло отличная возможность есть качнуться на гноликах с потерей единички давайте без нее попробуем раз выйти мся ух мораль прокает наверх тоже наверх прячемся считаю что без стрелочек в принципе должны обойтись мы 18 здоровья отлично уже 8 здоровья вот это опасно конечно выйдем сюда а ну-ка давай сюда тоже выйдем ся пройдем вниз и поставим другого у которого жизни побольше чтобы он не проиграл 22 отлично ну и все без потерь продвинули с вами интеллект так ну и тут мы как раз будем вот есть кстати выход с респа если что кстати а башня то не охраняемая вот это да так золото и так хватает в первую очередь лесопилку мы с вами возьмем все остальное уже потом так тут проходика у нас нет вот сюда разве что золотишко а вот и неприятный выход через ящеров значит мы с вами с респа ребята однозначно будем выходить вот здесь нам повезло что у нас есть два прохода с вами просто замечательно ну что будем копить на замок наверное все остальное уже потом будем строить хотя и гильдия магов надо чтобы башню отстроить а для нее парапет и фабрика големов ох 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 как же это все успеть то так ну здесь у нас есть тысяча капнет так четвертый день у нас еще есть три дня это три тысячи нам даст замок ну будем считать что вот здесь еще тысяча это четыре тысячи помимо этого есть свои три тысячи это семь это семь да сходить на феек может до восьми тысяч дотянем ну грубо так взять то есть у нас с вами пять тысяч в любом случае будет шесть тысяч восемь тысяч то есть башню магов все равно на ряд получится построить честно говоря честно говоря тогда или парапет или големов надо ну даже и не знаю если для разгона то лучше парапет конечно так плохо что я еще сразу через звездное колесо не прошел а пошел сюда качаться сипхенаров нашей кстати соперник второй замок еще не взял вроде как нет крыльон блин еще одного героя можно взять с купица кстати вот еще золото давайте первую недельку все равно помощнимся наверное у себя весов может оказаться много мы то их все равно пробьем конечно особенно если вот купить танто заградить его войска докупиться здесь то вообще проблем никаких но тогда у нас станет вопрос успеем не успеем на замок насобирать и нормально может не успеем отстроиться даже или наоборот выходя отсюда мы с вами вот еще две кучки золота возьмем что попробовать все таки быстро выйти да ладно давайте рискнем как любят говорить риск это дело благородное да всю мощную заберем с вами и и вперед сюда попробуем темпануть не пойдем даже в военную школу и в звездное колесо ради того чтобы выйти пораньше и собрать достаточно золото нам и строить мы ничего не будем в следующий ход кстати а по героям давайте сравним сравнялись да по четыре героя но они то у него уже давно в отличии от меня что денечек пятый смотрим а так у него фафнер есть которым он будет играть интересно так будем ли мы феечек сейчас с вами пробивать все зависит от того что у нас тут по золоту получится 3 800 забираем гремлина разведку я не делал потому что дерево находится на краю оно мне тут какое-то озеро только найдет вообще непонятно откуда оно образовалось если без воды мы стартуем очевидно какой-то бак так калит блин наверное надо через калит пробивать все таки этих феечек может быть с этой армией что здесь и есть взять их пробить калит получила даже стрелочку это мы не берем с собой наберем кучу гарпий например и вот так что пробуем 2049 хоб гоблинов текс ананак в принципе нам хватает но маги у нас не станут по-любому уже на м 200 шаблоне это не страшно то что маги не стоит 21 смотрим так минус отходим с вами минус гарпия получается стрелочка должны гарпии заклевать так 4 600 все возвращаем с вами армия при этом оставаясь сами на разгончике хорошо как-то неудачно все равно нам приходится возвращаться за армией мы забираем объединяем лишнее вот это еще можно взять как вариант 1 2 ну ладно как-нибудь как-нибудь вот так вот сделаем с вами пойдем выходить с респа без потерь пробились красота совсем чуть-чуть нам не хватило чтобы поставить замок ребят блин в принципе золота много то есть помимо замка можно сейчас что-то себе отстроить давайте големов наверное поставим не парапет дешевле давайте парапет парапет а вот тут удачно очень стоит у нас с вами обзорочка вот ее мы точно должны посетить тогда мы с вами будем палить передвижение соперника шестой день ну что совсем чуть-чуть нам не хватает вот теперь все отлично должно срастаться становится у нас с вами замок на седьмой день ну наверное только големов с вами поставим ну и то можно считать удачей и так нам две нычки раздало как-никак золото надо чтобы хватило еще на башню так что у нас за свитки еще есть ускорение так просмотр воздуха тоже с долоном так и мы пойдем наверное сипхинаров вниз сразу так а что там соперник пока не стал выходить на вторичку так идем ниже а вот кстати и замок уже рядышком есть возможность его сразу и забрать портал тоже рядом 1 2 3 4 5 6 7 ну примерно понятное дело что тут наискосок больше снимается прямо меньше ну примерно ориентироваться так 7 сюда нам идти 1 2 3 4 если мы идем сюда мы теряем 3 вот смотрите так мы еще успеваем становимся так тоже успеваем 1 2 3 4 5 сюда 4 блин реально впритык чуть-чуть не успею ну ладно обзорочку давайте тогда на следующий день нам не принципиально я думаю да 4 как раз 4 забираем замок и на разгончике с вами остаемся если что так выводим этого героя наверное тоже отсюда давайте грамотность возьмем ему пускай тоже выходит побыстрее пособирать нам тут все что даже так что то я просчитался ну тут же штраф получается поэтому меньше передвижения показывает то есть еще успеваем так может тогда нам не разгоняться налетчики навряд мы их наверное пробьем так то ладно разгоняться тогда не будем открываем территорию и непонятно не видно соперника где-то внизу сидит так вверху есть серная шахта которая легко пробивается дальше есть выход через элементалий немножко неприятный для нас ну и тут проход тоже через элементалии ну ладно следующий ход что седьмой день наш соперник все еще пока не выходит вот лады выкупаем нагл текс забираем тут и возвращаемся чтобы на следующий раз тоже тут скупаться так ну что поехали забираем золото идем наверх идем наверх здесь что мы будем делать или сядем в замок а потом будем потихонечку все вывозить наверно да я так думаю золото раз золото два кстати надо было наверное разогнаться если я воевать сейчас не собираюсь а сколько тут надо на големов две тысячи давайте сюда почему я собственно беру наугад навык здесь потому что игра на скермише длится всего лишь 2-3 недели все равно большую часть навыков даже не прокачаете поэтому если даже что-то плохое зайдет ну и пускай так так опять позвонили надо будет скоро уехать ну добьем уже партию потом так что я хотел делать вставить голема уже я хотел правильно все уже отходили ну как бы да ставим големов куда ж мы без големов там ну прирост довольно таки неплохой получается в итоге ставим с вами таверну фафнер кстати не раскачанный может он и не через пафнера будет играть хм даже так ладно следующий ход ну вот на 1 2 1 у нас уже приличная армия есть с которой вполне можно тут пробивать большинство блоков которые нам мешают ну единственное сейчас золото надо побольше насобирать ой гогов это вообще будет проблематично пробить надо будет идти на налетчиков но для этого нам нужно замедление иметь а у нас только ускорение попробуем вот здесь наверное гильдию магов поставить блин не наверное префектуру пока каким-то собирательством позанимаемся это конечно плохо что главный герой сейчас будет заниматься непонятно чем ну да ладно я буду к сопернику стремиться на третьей неделе наверное прийти по возможности так соперник написал это гг поторопился и не пробил гау давай я тебе дам автосейв ты ба с опечатками написал хочется все равно же продолжить как никак ну если можно так ок гружу значит на 117 получается теперь соперник быстрее уже отходил все таки не пришлось ему пробивать гау неужели это ко вторичке у него такое серьезное гау с големами блин вот это конечно печаль если я выиграю только из-за того что у меня гау было проще ладно ставим префектуру как мы и хотели до этого соперник по темпу отстает делаем тогда с вами вот так так тысяча золотых есть давайте с вами еще покупим золото чтобы сейчас можно было все скупить отстроить все что надо все скупаем 8 магов есть уже хороший задел так ну пришло время наверно рынок ставить или стоп тут нам надо будет или не с деревом у нас напряги хотя вот здесь вот мы найдем с вами дерево если что можно будет тогда и поставить два рынка так же или сразу вообще давайте сразу а на следующий ход если успеем тогда и во втором замке поставим да сейчас ходите я и соперник начали конечно гораздо быстрее крыльон ну мы вроде бы уже всех четырех его героев видели ни один из них нормально почему то не был прокачан как то это немножечко непонятно что ли мягко говоря так ладно золото возьмем потом пока нам дерево больше надо для того чтобы два рынка поставить так в этом замке единички дерева не хватает буквально давайте поменяем чтобы побыстрее темпами было кильдью магов ставим смотрим что здесь есть замедление отлично но нам туда главным героем бежать долго так что желательно чтобы замедление а хотя стоп у нас же есть герои которые могут нас этому обучить тот же тан с компанией шахты тоже смысла захватывать нет у нас и так вот уже предостаточно этого ресурса так надо выезжать становиться в цепь наверно все следующий ход так смотрим когда там соперник выйдет так значит он не крит вот его главный герой ясно щиток благословение нашли забираем тоже забираем есть есть тут особо конечно не разгонишься ну ладно насколько может калит ее разгонит блин уже начинается нехватка немного по героям это серьезно чувствуется так стали маги уже хорошо так а гильдию мы будем с вами здесь ставить сейчас или как нам надо два дерева выменять ставим а тут замедления нету но есть снятие заклинаний ладно следующий ход довольно быстро идет игра соперник ходит быстро так ладно идем сюда блин а вот это спорный момент могу ли я забрать этот сундучок он находится как раз можно сказать на пересечении но поскольку его половина находится на траве наверное без пробития ГО я его не могу взять поэтому не буду дабы не нарушались правила просто мне кажется здесь немного багнутая вообще есть проход сюда это по любому баг скорее всего здесь должны были горы стоять и сундучок тут вообще не в тему появился четвертый денечек уже так аж то может быть иона в замок сможет зайти да ну так пускай она у нас тогда забирает все и колит пойдет ион сюда станет чтобы по цепи все нам передать тут ионку посадим тоже надо будет ее как-нибудь разогнать я не знаю ох 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 так стену знаний блин нет пожалуй что нет по поводу грейда тоже не знаю так на вторую гильдию чего нам не хватает всего по пять по четыре надо да пять два четыре тысячи два два стоп так у нас почти на золотой павильон насобиралась ресурсов давайте выменяем с вами так четыре пять отличный золотой павильон стал вторая неделька вообще круто у нас срастается вот единственное что иона оказывается позади а колит впереди это немножечко неудачно на мой взгляд для обучения а вообще конечно в идеале надо через все повышалочки главного героя прогнать прогнать через все повышалочки здесь на вторичке взять золотую шахту а потом наверное будем с вами разбиваться и идти домой сюда тоже прогоним через все повышалочки по цепи надо будет проверить консерву если она маленькая то взять к концу наверное если большая то забиваем с вами на концу разбиваемся обхоп гоблинов с вами и выкупаемся выкупаемся здесь и тогда уже будем смотреть куда нам идти налево я на в ряд пойду буду идти либо вниз либо в портал портал возможно возможно да портал по любому проверить надо что ладно начинаем прогонять через повышалочки с вами ничка скелетов нам не надо я ее буду игнорировать с собой толку с ней я не вижу так нам надо золото давайте серу продадим так ну еще чуть-чуть тысяча пятьдесят отлично что мы там герои видели блин я не запомнил у сандра атаки было больше или защиты в любом случае мало и того и другого давайте атаку тогда увеличивать себя сделаем ставку на атаку вообще орчи войска они имеют мало хп поэтому наверное все таки лучше на атаку сделать ставку чтобы побыстрее попытаться их вынести один два пять смотрим ого он что в трежери где-то пошел шесть один три четыре так ладно берем с вами еще плюс атаку атаку далее идем сюда берем с вами еще плюс атаку уже третья тут уже и танк в принципе выходит так идем с вами сюда блин где-то здесь наверное станем пока что так а по золото что мне по золоту все так а я же да плюс атаку брал получается вот здесь потому и просел по золоту стена знаний стена знаний пропускаем ход наверное пока ничего нам не надо следующий ход так а по замкам пока еще не взял да что ж такое то блин или он тоже повышала где-то понаходил у себя на респе так ну защита у него слабенькая то есть наша атака работать должна против него но по магии у него маны будет больше по силе он тоже особо не уступает в общем если мы его не перемощним то будет сложно единственный плюс это его скелеты будут портить ему мораль навряд он их много нас собирает конечно возможно он их будет использовать просто как аджор везде но они ему в любом случае помогут поинтересней прокачаться и брать те объекты которые например я брать не смогу из-за отсутствия того самого аджора которым у него будут являться скелеты так ну буквально с минуточку две всего лишь ходил Каспер кстати он тоже вот периодически то разгоняется то не разгоняется ну ладно три тысячи есть надо идти на налетчиков мы это все понимаем что для этого будем скупляться наверное так маги вот магов бы не хотелось слить таком бою конечно а големов надо взять для защиты это на мой как пригодится чем больше големов тем лучше ну и все и с вот этим вот всеми поедем собственно дальше воевать отдаем на калит посмотрим до куда о калит вообще идеально все вывозит отдаем отдаем маны у нас с вами маловато это однозначно проблема так три голема это раз сделаем три горгульки помимо них все идем брать золотую шахту текс морали не было ладно восьмая скорость против пятой сделаем ускорение нет давайте наверное благословение пока что отдадим что попробуем задержать тут ребят вот так выйдем ся сняли верхнего и закрываемся с вами так наше перекрытие позволило ай-яй-яй-яй-яй-яй рассоединить их скажем так помимо этого дадим с вами ускорение чтобы мы могли возможность ходить первыми хотя восьмая скорость не факт что даст нам такую возможность но все равно стоим так минусуем одного из них продолжаем стоять пожалуй а ну-ка давай назад ай-яй-яй-яй-яй-яй как же это все больно вот это вообще прям беда очень серьезная так выйдем ся вот так вот подставляемся выбили заразы на тебе ударил таки троих потеряли ну ладно боли мы зато помогли решить проблему с золотом которая у нас была а теперь теперь будем с вами разбиваться где-то на следующий ход и возвращаться домой для того чтобы набрать всех повышалок и как-то сопротивляться нашему сопернику давайте давайте наверно встанем аж сюда чтобы можно было на следующий ход это сделать тут у нас лечение да кстати серную шахту наверно поедем тантом возьмем на следующий ход то есть калит нас разгонит тант поедет возьмет шахту будет выезжать назад тут цепь выстроим пока в это время мы просто побегаем по территории немножко поразведываем ой точнее возьмем две повышалочки тут у нас героя сейчас нет никакого ну ладно следующий ход периодически будем поглядывать чтобы знать когда соперник все-таки к авторичке выйдет не ну вот это вот речка конечно не хилая такая кстати это респ соперника а у него тоже повышалочка на краю как у меня то есть он палит часть моего респа а я часть его респа тоже в принципе прилично он видит две мои нычки по идее стоп если вот так вот у нас на вот такой радиус аж открыла да палит однозначно палит ну и ладно то есть скорее всего нам надо будет вот сюда идти для того чтобы побыстрее попасть ко вторичке соперника а вот ему кстати вторички очень полезны за счет того что там как раз некра войска то есть можно будет сандра пустить сначала с некровскими войсками попытаться меня ослабить а потом уже добрать остальных войск и второй волной накинуться уже родными войсками например ну это как вариант чисто один два семь так калит стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп разбиваться мы будем на некровойсках возьмем пять штучек например идем сюда калит забирает все лишнее у нас а мы в свою очередь делимся на единички то мало ли сморалятся годи выше кстати заодно мы с вами и проверим сколько их здесь нет не хочу я хочу посмотреть так 5 у 7 35 нормально можем с вами еще и двоих вот выбили 36 даже их было теперь их 34 остается на следующий ход один добегает да не все тут будут на следующий ход так что убегаем двоих заминусовали так калит давай сюда наверх на тана наверно да наверно так отдаем сюда блин сколько тут бреда всякого у тана вот реально если так разобраться давайте значит не будем разгоняться вот так вот сделаем вперед нет будем пробовать значит вручную раз по другому не получается так уже антиморалька пошла но главное что мы прикрылись все остальное уже все остальное уже не настолько важно для нас так добиваем вот и карпии как раз пригодились ух ты антимораль вот они погибают ну как раз и пригодилась эта самая единичка отдать мы не можем но мы можем здесь разогнать сами себя если что так так и вот так ионку можно чуть поближе на всякий случай подтянуть здесь мы выкупаем главную героиню нашу разгоняем ее ну и пока есть мувпоинт и начнем ее тут гонять маны у нас не хватает поэтому 1000 золотых надо даже так так серы у нас много как раз на 1000 и накопим добавляем себе знаний чтобы не уступать сопернику в этом показателе текс ну наверное и все так был самый продолжительный ход за все время от нашего соперника наверное брал вторичку и пробивался к ней да так и есть теперь он будет пытаться следить конечно же за моей героиней но пока в ближайшее время ха блин ну сюда тоже никто не придет за этим придется главной героини забирать тоже какое-то заклинание так самое главное не забываем забирать это все и что будем тащить дальше немножко не дотягивает колит ну ладно нам оно как бы так уж сильно и не горит разгоняем ее ладно ну хотя бы до дорожки с вами доходим нужен ли нам тут тан ради того чтобы одну руду забрать наверное нет тоже наверное гнать его домой прогнать тоже через все повышалочки посмотреть что тут ух ты шьё давайте к муниципалитету стремиться если поставим муниципалитет то муниципалитет плюс префектура плюс шахта будут давать нам как один капитолий четыре тысячи быстрее скупимся чем больше будет скуплено тем проще будет дальше воевать блин а нам же еще один герой нужен да чтобы ехать забирать тут все и заодно пробивать вот это вот ладно что нибудь придумаем по этому поводу давайте посмотрим за изменениями на разгоне где-то ладно здесь его тоже пока не видно и его следов тоже текс жажда крови кстати ставим с вами муниципалитет как и собирались так а на повышалочку нам сейчас тысяча золотых надо будет а стоп мы ее нарисуем потому что у нас с вами есть шахта стоп а зачем я сюда подъехал давай вот так иона сюда и садиться на разгончик наверное да надо единичку купить так ну собственно ее мы и погоним наверное дальше чтобы она там все проверила просмотр воздуха а ну-ка сепхинаров берем с вами четвертую атаку так еще и сюда встанем проклятие изучили давай наверх блин а много нам надо на грейд 1500 да может остаться на месте хотя нет 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 надо ехать все равно хочешь не хочешь а выезжать уже надо так тут просмотр земли просмотр воздуха у нас там был теперь просмотр земли есть все пошли следующий ход а вот блин у меня так сепхинаров спалилась ну ладно или забивать на все бежать в замок так пополнять ману можно даже ящеров пробить по пути хоп гоблина воставим потому что нам надо где-то какие-то войска в которые можно было бы разбиваться возле замка здесь у нас ими служат грифоны например а тут у нас как раз вот хоп гоблины на стрелках просто неудобно разбиваться да и опасно была бы тактика у нас это было бы хорошо только бы на четвертом уровне земля нам зашла все было бы четенько или опять с респан мне выходить можно через разбивку то есть разбить главного героя вот здесь вот даже не пробивать чтобы у меня не было лишних потерь и с другой стороны если соперник нам прорвется чтобы ему пришлось с ними сражаться а мы то с вами знаем что есть еще один проход так соперник у нас спросил по поводу того если два г.о. обязательно пробивать оба или можно пробить одно на выбор по правилам насколько я помню можно пробивать одно на выбор если конечно мимо второго можно пройти потому что частенько они стоят настолько рядом друг возле друга что пробив одного все равно мимо второго пройти нельзя ого охраны то подросли около полтосика теперь их тут серьезный такой стэк так я хотел затащить в замок да колид загрейдить парапет и дать всем на разгончик уже грейженных вот так вот штучки 3 возьмем должно быть более чем достаточно даем на и на иону 2 иона будет мимо проходить так сепхинаров вот так вот нет стоп сепхинаров мы одну все равно оставим одну сейчас у нее заберут все поехали идем вниз блин надо будет вручную передавать потому что у колид может не хватить мувпоинтов чтобы отойти хотя нет вроде хватало но все равно лишняя перестраховка не помешает так есть возможность пополнить мана да так и того 60 у нас маны на следующий ход пойдем наверное разбиваться 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 то разбиваться как мы будем армию вывозить вопрос интересный блин как то не продумано у меня это все давайте его ускорим все следующий ход наверное давай вниз ну следующий ход 6 2 4 5 блин лишь бы только у него мощный было поменьше чем у меня тогда в принципе можно будет с ним как-то сопротивляться у него один тип стрелков против двух типов у нас не знаю не знаю как получится у нас в итоге так довольно интересно получилось выйти там можно было мимо одного ГО говорит ну отлично значит одно можно пробивать его а вот вернуться нельзя да кстати такое бывает четвертый ход да четвертый день точнее так выкупаемся идем еще за одной мечкой блин цепи мне очень серьезно не хватает сейчас соперник опять на разгончике так и он уже будет пытаться прорываться в центр а вот где у него центр и вообще на этой багманной карте есть ли он может где то вот здесь его вторичка а вот здесь вот центр между нами может быть и такой вариант так сейчас надо определяться будем идти на консерву или нет вообще консерва конечно очень сильно может нам помочь то есть по идее по идее может и правда ехать к концу брать сюда и опять же я тут все попробивал вот здесь можно будет разбиться разве что но опять же довольно опасно блин не охота мне туда честно говоря вот реально возможно надо будет еще выходить назад так а давайте может скупим охрану попробуем сейчас притащить ее туда по максимуму так ну это грейдится это понятно хотя бы скелетов пробить блин или оставить это своей главной я просто реально сейчас потеряю темп если я побегу реально теряю темп девятая скорость ну ладно рискну у меня до конца недели займет все время у меня ух если не срастется это будет такая печаль жесточайшая просто так отдаем негрыженных тоже начинаем тут выстраивать цепь танта мы просто с вами разгоним пожалуй ставим у него двоих а не одну для того чтобы не палить главную героиню четвертый день да кстати стену знаний еще надо будет как-то построить и опять же нашей героине маны добавить таким образом ну что-то мне кажется что хотя изначально мы соперника перед эмпу или сейчас уже он начинает нас потихоньку превосходить главное чтобы трежери были не какущими чтобы соперник за счет артефактов нас не превосходил смотрим опять на разгончике героя у него уже больше значит разжился хорошо еще блин до пробивочки что нам надо с вами успеть так это загрейдить гремлина наверное идем наверх сип хинаров наоборот бежит вниз так как раз на следующий ход можно будет сражаться блин наверное с грейдом не получится ну да ладно по максимуму надо будет скупиться нам так же вторую гильдию можно будет даже поставить ради стрелочек разве что можно конечно капитолий вообще сейчас поставить но мне кажется лучше сейчас просто скупиться будет чем уходить в экономику но вроде как особых проблем то у нас с экономикой и нет сейчас ну ладно следующий ход оставляем цепи в том положении в котором они есть так золото конечно прилично у нас пока что так все он уже в центре так срочно надо брать концу бежать к нему пока он еще больше не отъелся нак шесть штук у нас можно загрейдить чтобы их было больше так ну вот есть маги есть стрелки хм хм големы на аджор берутся сто процентов дальше если мы грейдим наг то мы их вообще не купим может тогда ломиться без наг с горгульками или выкупать наг так в том состоянии в котором они сейчас есть немножечко распродавшись правда по 1100 каждая 4400 ну давайте распродадимся ладно 5 5500 так 5500 еще надо давайте серу все хватило на шестерых ух лишь бы хватило этого всего потому что может не хватить над даем на калит ой 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 калит даже еле дотягивает и она может вообще не дотянуть у него и так мухпоинтов мало забираем отдаем вот так еще и срослось как-то с горем пополам ну ладно делаем с вами вот так так все поехали 1099 без потерь и проверяем ради чего мы сюда вообще пришли до 100 то есть небольшая ой как же это хорошо то а так слева нет слева вот так вот слева 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 дальше справа троглодит это отжор это нормально это тоже справа это отжор големы будут посредине и горгульки тоже отжор все поехали 11 22 4 да меня вполне устроит за эксперт или мудрость и взяли с вами ангелов при этом мы с вами даже разогнаться успеваем так и разбиваться будем с вами пожалуй на горгульке для того чтобы мы обгоняли с вами мастер гремлина ну даже один ангел и тот может нам быть очень даже полезным все следующий ход так у меня наверно да скорость врага стоит не показывать пока вроде нигде не засветился но он уже точно находится вот здесь блин смотрим 6 3 6 6 блин превосходит то уже серьезно это уже не шуточки конечно ладно идем на разбивочку с вами конечно хотим отступить а дальше покупаемся в главном замке причем только с одной целью в главном замке для того чтобы стену знаний здесь поставить так покупаем единичку на разгончик ну и что дальше то так а у них тоже скорость 5 примерно да у нас 9 то есть можно будет на них тоже разбиваться если что здесь можно разбиваться ну опять же разбиваться то разбиваться это понятно каким образом я быстро армию сюда доставлю блин с ангелом можно пробить и ящера и с ускорением так ладно и он отдает все сама остается на разгоне ладно пускай на 5 даже и пойдет снова нычки скупать все калит это все дело вывозит как всегда не дотягивает есть все сюда армию мы практически с вами притянули дальше надо думать маны у нас 75 будет то есть в принципе сопернику по мане мы не будем уступать по силе магии тоже а вот в ближнем бою и по защите и по атаке он нас будет превосходить значит нам нужно замедление получать срочно просто надо идти качаться тут виднеется вроде бы какой-то артефакт надо бы пробить здесь элементарные энергии пробить стражи и забрать ну конечно библиотеку мы с вами не посетим в любом случае вниз сюда не охота бежать хотя как знать как знать блин не с моей прокачкой просто пока это делать давайте давайте вот здесь так достанем все следующий ход да с одной стороны конечно нам сейчас надо проверить вот этот портал потому что он прям возле замка неизвестно куда он идет с другой стороны надо посмотреть что тут за артефакт то ли колечко какое-то блин не видно если это какая-то курточка на плюс силу магии то она нам очень нужна очень сильно так танк садится внутрь замка грейдим покупаем больше магов наг надо будет как-нибудь загрейдить не знаю так пускай изучит новое заклинание да что о зашла нужная молния нам тоже огромный плюс и сейчас там нас ее ей точнее бучит ага по золоту печалька получается но ничего ничего страшного ладно все обучили всему чему надо есть два типа стрелков берем нак здесь тоже берем даже аджор нам пригодится при пробитии куда же без него можно вот так даже разбиться нам пополняем ману пополняем ману хотя тут там возьмет лучше золото потом сепхинаров возьмет себе плюс атаку и пойдет на ящеров причем нам желательно бы качнуться конечно на них четверых сойдет за эксперт или мы интеллект получили как раз необходимую нам защиту так разогнать нас все равно никто не сможет может оно и не надо так там-то назад а тут какая-то цепь должна быть наверное хотя бы вот так сюда заехали сюда а тут начали вывозить соперник там на разгоне мы а нет на разгоне 6366 5165 не очень большой разрыв между нами но есть так ну в принципе более-менее пока срастается у нас да цепь идем дальше тут уже тан забирает идем сюда грейдим это дело что забирать наг так-то в бою они очень полезны для нас давайте посмотрим достаем ли мы до глав героя нет главного героя мы не достаем значит делаем с вами цель этого героя мы с вами разгоним на следующий ход калит сюда заедет и потащит армию дальше а мы как раз с вами вот где-то вот здесь вот станем а а сепхинаров пока я не знаю ух ты ж е мое сколько тут гогов то стрелки по идее должны сбежать ну а кристаллы то нам не особо и надо если так посмотреть можно попробовать ломануться на элементарной энергии как вариант тогда надо объединяться 2049 надежда на наг очень большая так вот так вот делимся что попробуем главное чтобы не слиться посмотрим что у нас там интересного так ну их около 40 будет это сто пудово серьезно я согласен колечко жизненной силы это хорошее кольцо кстати и тут проход есть возможно тут охрана будет поинтересней стражи кида мы идем сюда тоже без потерь пробиваем и заходит земля блин навряд я ее успею прокачать конечно вовремя но все равно приятно передаем ход далее так соперник отходил давайте посмотрим что же у него там 7376 блин ты меня начинаешь задолбывать я не могу угнаться за твоим темпом понятное дело что как бы темп это не мое ну имей совесть так ладно сундучки потом заберем захватываем замок дополнительный прирост это нам даст из этого замка выкупаем ставим таверну выкупаем героя нужна разведка отлично Тарасар который передаст нам еще ух ты еще и баллисту спасибо тебе что ж тебе на разгон то дать ну-ка стой блин давай ты разгонишься на единичке тебе же много не надо все давай это нам и все блин непонятно есть что-то интересное тут или нет разгонять разгонять сепхинаров или нет тоже вопрос такой с интересностями давайте сходим сюда сундучок на опыт возьмем такс тут уже все да садимся в замок на разгоне грейт голема можно сделать пока нет пока нет ну здесь она у нас тут и будет жить собственно хотя блин опять спешка надо забрать свиток вдруг чего полезного конечно хорошие свитки без охраны не валяются это надо понимать я не люблю когда что-то валяется просто так и тем более вообще заданий для айоли нет никаких сейчас так давайте станем дальше наш вот так примерно как раз вся необходимая армия которая нужна будет она должна будет доезжать в идеале ну следующий ход довольно быстрый ход соперника так забираем жажда крови ну такое у нас уже в принципе есть так крильон тут у него бегает эх видамина зашла бы раньше может быть я и через нее бы играл так он где-то на разгоне а если на разгоне значит пока не собирается на нас нападать это в принципе должно нас радовать так багнутый проход через королевских грифонов берем с вами опыт продвинутое обучение так забираем сейчас как раз разведаем стоит ли нам идти в эту сторону да за пандоркой сюда надо будет сходить и заодно сундучок взять тоже на опыт мы не будем брать на золото с вами как-никак опыт для нас важнее на данном этапе по поводу скупки давайте наверное цепь растянем там разгонит нас немножечко назад тут мы тоже с вами выйдем так же где-нибудь так в замке мы с вами выкупим еще одного героя которого тоже надо будет разогнать конечно на единичке так на следующий ход вроде бы как сражений у нас никаких не намечается по идее мы поедем загрейдим все что нам надо и тогда по этой же цепи вернем все назад и через ход мы с вами будем одних глагов пробивать вторых наверное навряд сундук возьмем и будем разбиваться наверное с этой территории хотя опять же вернуться отсюда недолго буквально один ход не знаю вообще в принципе делать тут больше нам нечего то есть скорее всего пойдем сюда на элементале огня и будем уже бить их по-любому уже где-то соперник давайте даже станем вот так все следующий ход вот зараза сандра пробивается сейчас может поймать меня на разгоне и мою армию на ложке блин как же он не вовремя то появился сейчас если бы вы знали блин это очень плохо лишь бы он сейчас не добежал до меня если добежит это просто хана ну скорее всего он увидит мою эту армию и нападет все убивает мне главного героя и это ГГ вот зараза ты а Вот так вот бывает, ребят Ну, молодец Подловил, подловила, что еще надо? Я гг не напишу, пускай не ждет Так, ну а вот, собственно, и финалочка наша Так, 7-3 Ну, хорошо, что мы с вами хоть что-то знаем Так, есть удар молнии Кстати, на сколько он у нас бьет? На 110 Так 61, то есть у него тоже есть На здоровье плюс 1, как у нас Блин У нас же он был не на этом герое Ё-моё По кому же ударить лучше? По сути, у него вот 3 ударных стека Хотя 4, блин Это проблематично, конечно Ладно, делаем вот так Он будет, наверное, давать разгон По-любому Ускорение Блин, я могу не успеть закрыть вот здесь Ладно, придется рисковать, делать нечего По идее он должен завейтится, если у него нет экспертного ускорения Или хоть какого-то ускорения, чтобы сразу же вломиться в мастер гремлинов Антимагия Антимагия Интересный ход Значит, будет вейтиться Наложил он, да Тут тоже будет вейт Либо побежит в надежде на мораль Но это будет его ошибка Если он так сделает И если мораль не зайдет Если зайдет, конечно, то Это будет жесть Блин, а по армии Сколько у меня армии еще не выкуплено Лупашим по птичкам Так, моралька зашла таки Так Закрываемся с вами 106, 136 Уже 7 птичек Вейтимся Закрываемся Закрываемся А вот теперь птички будут лететь вперед И, скорее всего, открывать мне гремлинов И это самое обидное Что здесь ни единичек Не успел настроить Не расставиться нормально Ничего вообще Так, у него там антимагия Антимагия Блин, у меня-то ничего интересного, да? Птичкам я ничего не сделаю Можно попробовать позамедлять их Либо двумя стрелочками Жахмат Ну, две стрелочки Будет, наверное, поинтереснее Мне так кажется Так, давайте завейтимся Посмотрим, куда он полетит Но, скорее всего, сюда все-таки Мне так кажется Ух ты шьё Четырех убил Инферно у него есть Блин, теперь может и по наге ударить Чтобы заминусовать Нет, все-таки открывает меня Мастер гремлинов И направляется вперед Птички Ой-ой-ой-ой И он закрывает Так Скорость Седьмая Пятая Ладно, выйдем Теперь надо определяться Кого Наверное, птичек выносить А гномы нам даже послужат Прикрытием, если что Как-то так Двадцать восемь Сто двадцать восемь Можем ударить Вообще, давайте завейтимся В общем, подождем Да Так Можно попробовать единичку снять Так Девяносто шесть И заблокируем ему стрелков Отлично Еще одна стрелочка у нас с вами остается По собачкам ударим И продолжаем Ну, ангелы пока стоят Сейчас он будет кастовать какую-то магию Посмотрим Ускорение или инферно Может сюда теперь даст Все равно, по идее, он должен Затащить этот бой Если все будет нормально Главным... Вот, ускорение есть Все Сейчас маги начнут Убиваться Да Главным героем я, в принципе, выиграл бы Надо было не разгоняться Ну, а так видите Ну, такое бывает Но зато Так для него это хотя бы выглядит Каким-то равным боем А так бы ему было Ой, как сложно Так, вперед Сороковочка, да? Тринадцать Наваливаемся Блин, вот этих Надо было снимать Что я тварю? Блин Сам же себе Зачем так делать? Вообще непонятно Продолжаем Убивать ему стрелков Его Он будет продолжать Магов мне Долбить По идее Так, все Убиваются ангелы Чтобы хоть какие-то стрелки У него оставались Так Сам себе он здесь Закрыл проход Получается Так же Так Бьем Нагами Маги Маги Магами Можно отойти В сторонку Дальше У нас Пятая Скорость Одиннадцатая Попробуем Вот так ударить И Четырнадцать Отлично Все Это уже Особо Не ударный Стэк У него Получается Хорошо Возможно Даже по нагам Сейчас он Начнет бить Он понимает Что Наги Тобьют Без ответки Это ему Потом Может сыграть В минус Если он По ним Не ударит Так А по скорости Пятая Против шестой Он раньше Будет стрелять Это тоже Плохо Ну вот видите Ему сейчас Сложно Сражаться Даже с Мэйм Ложком Не говоря Уже Если бы Он против Мэйна Сражался По идее Я здесь Как бы Проигрываю Но Если он Будет Допускать Ошибки То Можем Затащить Этот бой Очень Даже Вполне Задумался Серьезно Наверное Сейчас На распутье А Будет бить Наг А нет Он решил Все таки Заминусовать Мне мага Интересный Тактоход Так 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 У нас Уже Ничего Нет Он Получается Уже Отходил Да Просто Стал Перед Нами Ну Давайте Завейтимся Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Пытается Выманить Меня Ну Давай Шесть И Добиваем Так Маны У него Еще Прилично То есть Своим Инферно Может Мне Продолжать Долбить Но Ошибок Все равно Он Конечно Надопускался Здесь Отходит Назад И Будет Пытаться Меня За счет Магии Перестоять Может Оно И Правильно Идем Вперед Теперь Уже Мы Идем В Атаку Потому Что Нам Надо Побыстрее Заканчивать А ему Надо Наоборот Затягивать Подольше Нам Повезло Что Хоть Какая Магия Немножечко Маны Здесь Было У Этого Героя Иначе Для Нас Все Еще Хуже Было Кстати Мана То У него Тоже Заканчивается Ну Кстати Будет Сбегать Скорее Всего Возможно Продолжит Играть Но Будет Сбегать Он Он Сам Это Уже Понимает Сам Себе В Принципе Придумал Проблемы Да Сбегает Как Я Иговорил Вот Так Он Нам Еще И Землю Продвинул Ну Все У Нас Есть Новый Мейн Которым Будет Тан Через Все Повышалки А Стоп Здесь Мы Его Прогоняли Вот Через Школу Надо Будет Его Еще Все Прогнать И Отлично Все Будет Все Отлично Еще И Армия У Нас Осталось Нормально В отличии От него Чем Он Дальше Будет Сражаться Я Продолжаем Играть Так Ну Что Значит Будем Забирать На Золото Тогда Получается Так Или Все Таки Придем Сюда С Вами Как Вы Думаете Я Думаю Что Спешить Не Надо Хотя С Другой С Другой Другой С Другой Вопрос Блин Я Могу Оказаться Отрезанным То Сюда Я Буду Бежать Два Дня На Седьмой День Я Еще Здесь Буду Не Выйду А Он Может Героя Здесь С Этого Замка Выкупить И Сразу Побежать Ко Мне Если Я Побегу Вперед Там Тоже Меня Будет Он Уже Ожидать Скорее Всего То есть Самый Оптимальный Вариант Это Да Наверное Все таки Тарасаром Надо Было Брать Это Все На Золото Хотя Ладно Не Взяли Значит Так Надо Было Все Задача Такова Что Сейчас Надо Скупляться Забираем Наг Так Забираем Стрелков Забираем Горгул Или Големов Наверное Горгулей Заберем И Вот Это Вот Все С вами Тарабаним Вперед Еще Отлично Все Срослось На удивление Все Назад Наверное Пойду К нему Все таки Так Надо Выменять Немножечко Золото Нам Так 700 1000 Есть Благодаря Нашим героям Шахтам Которые Приносят Ресурсы Можно Еще И Нормально Тут Повыменять Повымениваться Так Отдаем Хорошо Делаем с вами Вот так Пойдет Только Стоп На тебе Вот так Вот Мы можем Пойти С вами На Разведку Так Обнаруживаем Терека И что У него Тут Вторичка Родная Это Беда Конечно Для Нас Это Большущая Просто Проблема Иона Калит Кстати А Калит Калит Успевает Захватить Кстати Этот Замок Ничейный Забираем Его Теперь Он Наш И нам Он Будет Приносить Прибыль В итоге Так Если Есть Книга Заклинаний Стрелочка Она У нас Есть То Мы С вами Еще И Убиваем Ему Ложка Здесь У него Есть Тактика Поэтому Он Может Сбежать Ну И В Идеале Он Так И Будет Делать Все Правильно Отлично Он Получается Отсюда Выгнан Цепь Тоже Вроде Как Не Отстроена Здесь Так Что Будем Проводить На Следующий Ход Мы С Вами Разведочку Здесь Что Мы С Вами Знаем Мощ Армии Королевства У Нас Больше У Него Пока Самые Сильные Это Горгуль Но Сейчас Он Все Равно Скупится И За Счет Магии Будет Стараться Меня Доканывать Блин Уже Бы Давно Проиграл Если Бы Не Споймал Меня На Разгончике Конечно Так Ну Ладно Интересно Где Третий Замок Не Уже Их Три Было Тут Родной Его Замок И Респ Находится Может Вот Этот Оплот Это Его Как То Не Совсем Понятно Блин А где Женам С Вами Кстати Тан А ты Вот Здесь Бывал Нет Тебе Бы Маны Побольше Вот В чем Проблема То Только Пятый День То есть Можно Еще Попробовать Блин Надо Было Разогнать Тано Здесь После Того Как Захватили Замок И Попробовать Все Таки До Конца Недели До Него Добежать Возможно Теперь Калит Будет Пробовать Там Добить Его Скажем Так Ладно Поживем Увидим Так Объявился Здесь Объявилась Орис Зачем То Так Давайте Набираем Побольше Золота Выезжаем Выезжаем Так Еще Мы будем Скупляться Пожалуй Да Возьмем Витамину Плюс Один Знание О Некроманты Это Поперли Давайте Доберем Ну и тут По возможности Тоже Грейжи И Передадим С вами Армию Еще Дальше Удалим За Ненадобностью Так Все Витамина Домой Мы тащим Армию Дальше И По возможности Надо будет Побыстрее Заканчивать Эту Игру Так На тебе Единичку Так 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 Возможно Нижнего лошка Нам убивать Или не убивать Посмотрим Вот он Попытается Вот здесь Вот стырить Это Шестой День Так А докуда Доходит Тан Если что Ну До сюда Точно Доходит А ну Коколит Немножечко Дальше Тан Может стать Еще Дальше Так И В принципе Аж Туда Далеко То есть Коколит Мы можем С вами Погнать Еще Дальше Так Смотрим Таном Вот это Идеальный Максимум Куда мы Можем Собственно Все с вами Передать Так же Получается Так Ну и Будем Надеяться Что мы С вами Добежим Иначе Это Будет Просто Хана Я Не знаю Вот так Наверное Сделать Так Тут Разбиваемся На две Части Так Делаем В общем По максимуму Стараемся Добежать Вот уже Его Замок И крыльончик Тут есть На которого Можно Напасть В идеале Так Вперед Что у него Есть Книга Заклинаний Какая Или нет Он Сбегает А вот И Сандра Стоит В замке Армии Как таковой Там нет Скорее всего Разобьется На единичке Так Так И пока У него Нет Армии Разбиваемся На два Стека Вот таким Вот образом Еще Одни Стрелки Ну как-то Да Вот так Вот мы С вами Постараемся Закончить Эту игру Мне просто Сейчас Надо будет Уезжать Поэтому Я не стал Затягивать Дальше Выиграет Он Так Выиграет Он Если Нет То Нет Все Передаем Ход Если бы Он играл Синим Цветом Он бы Мог Сейчас Выскочить Побить Меня Магией Сбежать Выкупиться В замке И уже С пополненной Маной Потом Давать Мне Отпор А так Он играет Красный И Ну если Он сбежит Он не сможет Себя Успеть Ману Пополнить Скажем Так Ладно Вот она Развязочка Близка Собственно Тут уже Этерик Выкуплен Да Единичек Выкупил Всех Кого Только Смог Наверное Там Выминивался Долго Ну что Пошли Вперед Зачем То Он поставил Его Тут Не знаю Думает Что Моффпоинтов Не хватит Или что Или Он его Выкупил А у него Какие то Войска Были Ну и Вот Собственно Финал Та Самая Финал Та Так Будем Пользоваться Самой Дешевой Стрелочкой Потому что Армии У него Здесь Очень И Очень Мало Так 40 Да Здоровье Минимальная Стрелочка На 30 Это На 60 Но Это Получается Более Экономное Так же Поехали Выйтимся С вами Блин У него Огненный Шар Зря Завейтился Надо было Ближе Становиться А у него Кстати Только Цитадель Стоит Вот Видите Допустил Ошибку Ну тут ГГ Пишет он Так Все Пробуем Расстреливать Соперник Понял Что Уже Да Ничего Не осталось Ну и я Понимал Что Нужно Ловить Момент Пока Есть Возможность Партия В любом Случае Благодаря Тому Что Он Меня Поймал В нужный Момент В нужном Месте Она И получилась Интересной Собственно Если бы Он Этого Не Сделал То Были Бы Конечно Была Была Неравная Схватка В которой Я Бо Имел Конечно Огромное Преимущество Так Ну Поехали Сколько Их Тут А Ну Мы За Один Удар Все Равно Убиваем В общем Делаем Вот Так Вот Так Или По Гремли По Гремли Нам Надо Было Лучше Ударить Ну Опять же Это Без Разницы Уже Стрелочка Так Тридцаточка Давайте Единички Наверное Снимать И то Не Убиваем Надо же Снял Ответочку Это Очень Странно Что Он Кучу Героев Набрал А себе Даже Замок Не Отстроил Чем Он Руководствовался В этот Момент Я Не Знаю Ну Хотя Мы Не Знаем Может Там По Ресурсам Было Туго Или Он Хотел Играть Как На 160 Процентом Когда Куча Героев Можно Себе Позволить Так 24 Вперед Ну И Все Тут Без Вариантов Когда Мощный Много Как У Нас Можно Сражаться И Даже Неглавными Героями Против Мейнов Все Добили Отлично Вот Куча Артефактов Его Пришла К нам Отлично Сели С вами В Замок Тут Еще Можно Попробовать Передать Армию Назад Если Что Для Этого Надо Выкупить Какого Нибудь Героя Передать Ему Все Необходим ГГ Спасибо За Игру Может Еще Одну Так И Тебе Спасибо Можно Еще Одну Но Позже Я Я Я Сейчас Уеду Можно Ночью Сыграть Если Что Отпишись Тогда Ваське Когда Сможешь Хорошо Вот Такая Получилась Интересная Партия Я Хотел Еще За Этот Ход Всю Армию Передать Назад Отжать Этот Замок По Нормальному Можно И Ничью Удачи Еще Раз Спасибо Говорит Стоп Вот Так Передается Вся Армия А Ну Он Вышел Не Дал В общем Доходить Ну Ладно Там За Один Ход Армия Передавалась Герою Захватывался Его Замок Все Равно Сейчас Пропадал Ладно Думаю Эта партия Для вас Будет Тоже Интересная Мне Она Буквально Доставила Удовольствие Всем Спасибо За Внимание Всем Пока С вами Павлормак Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Пишите Комментарии Заходите В группу Вконтакте Проходите Опросы Созданные Для Вас Ну И Показывайте Друзьям Видео По героям Пускай Тоже Учатся Чем Больше Будет Нас Тем Больше Стратегий Интересностей Турниров Каких Нибудь И тому Подобное Все Всем Пока